Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ прямой эфир. Сегодня мы пригласили к нам в студию директора муниципального бюджетного учреждения Многофункциональный Центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского района Бондаренко Николай Васильевич. Николай Васильевич, добрый вечер! Добрый вечер, Олег, добрый вечер, уважаемые телезрители! Спасибо большое, что согласились на наше приглашение. Пришли, потому что тема, которую сегодня мы будем обсуждать, она близка для очень и очень много. МФЦ, такое короткое название, которое, наверное, уже постепенно-постепенно входит в словарный запас, в оборот наших жителей. Николай Васильевич, ну прежде чем мы расскажем, что такое МФЦ, как вы работаете, давайте немножко познакомимся с вами. Ну, как говорится, лично я знаком, но давайте наших телезрителей познакомим с вами. Где, как, что, чего и почему? И когда. Ну, тоже правда. Спасибо. Да, родился я в далекие 60-е годы прошлого века, сейчас можно так уже говорить, в городе Москве. Но, в принципе, считаю себя коренным виновчанином. Почему? Потому что родители мои с очень долгого времени проживали на территории городсторгуевской части Видного, в Видном, в том небольшом поселке железнодорожников, который во время войны существовал, на том самом месте, где сейчас проходит трасса Дон. Там были бараки, вдоль оврага шли. Вот там вот и жили мои родители. А родился, как я сказал, уже в Москве, прописанные родители были там, в семье военнослужащего. Пришлось поездить по стране, по загранице во время службы отца. А потом отец в 78-м году вернулся по месту призыва в город Видное. Получил здесь квартиру, работал на МКГЗ, а я учился в третьей школе Видновской, которую окончил, и после окончания которой поступил в Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. Тоже решил стать военным. Начинал службу замполита роты охраны, закончил службу начальником отделов главного штаба ВВС. Получил дополнительное юридическое образование, закончив Московскую государственную юридическую академию, и перешел на службу в органы налоговой полиции. Начал обыкновенным оперативником, и в конце 80-х годов закончил службу, будучи уже следователем по особо важным делам. Потом резко решил поменять направление своей деятельности и ушел в деятельность образовательную. В течение более 15 лет возглавлял учебное заведение, это домодетский филиал Российского нового университета. Российский нового университет – один из самых старейших негосударственных вузов в России, и, наверное, один из самых лучших вузов. Очень хорошие впечатления остались от работы в этом учебном заведении. Там же защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам, стал доцентом. Но три месяца назад я получил предложение более плотно заняться проблемой предоставления государственных муниципальных услуг на территории Ленинского района. И был назначен на должность директора Ленинского МФЦ. Вот, в принципе, наверное, и все основные веки моей биографии. Ну, вот так вот буквально за несколько минут рассказали такой вот объемный жизненный путь. Как я уже сказал в начале эфира, действительно, сегодня мы будем говорить об МФЦ, о тех услугах, которые оказывает ваше предприятие, учреждение. Ну, и давайте прямо вот изначально, да, что такое МФЦ и что такое функция одного окна? Ну, идея МФЦ, та вот аббревиатура, которая сейчас уже все плотнее и плотнее входит в нашу жизнь, она была высказана еще в 2005 году Дмитрию Анатольевичу Медведеву, когда стояла проблема формирования электронного правительства. Но прошло долгих пять лет до того момента, как вышел в свет федеральный закон, который и стал непосредственно регулировать порядок предоставления государственных муниципальных услуг. Это закон 2010 года, 2010 года, 210 ФЗ. Через два года выходит в свет постановление правительства о порядке предоставления государственных услуг на базе многофункциональных центров. Вот с этого времени фактически создается, эта дата является началом создания многофункциональных центров на территории всей страны. В первую очередь они были созданы на территории Москвы и Московской области. В 2013 году, 9 января, было зарегистрировано муниципальное казенное учреждение МФЦ Ленинского района. Вот скоро, в недалеком будущем, будем отмечать наш первый трехлетний юбилей. И, насколько мне известно, в Московской области наш МФЦ, который находится в Ленинском районе, в общем-то, входит в тройку даже по своему образованию. Да, он был третьим, причем по своему оснащению на тот момент, я думаю, что он был ведущим и самым лучшим, потому что администрация города постаралась и капитально отремонтировала здание с очень уникальной историей на самом деле. Это не только здание бывшей нашей музыкальной школы, но это здание райкома партии. Те, кто помнит, да, как вы говорили, 60-е и 70-е годы прошлого столетия, да, там действительно был райком партии. Даже более скажу, меня там в комсомол принимали. А я там получал свою комсомольскую путевку для поступления в военное училище в 80-м году. Вот видите, сколько всего. Поэтому пришлось вернуться туда. Здание действительно замечательное, капитально отремонтировано и полностью предусмотрено и для комфортной работы персонала, и для комфортного обслуживания посетителей, и для комфортного обслуживания лиц с ограниченными возможностями. И далеко не каждый район Московской области может сейчас похвастаться столь комфортным зданием, таким красивым и таким функциональным. Я вот только хотел задать вопрос. Ну, наверняка общаетесь со своими коллегами, да, из области, может быть, не знаю, из России. Видите, в каких условиях работают они. Есть ли, скажем так, чему позавидовать и чему завидуют ваши коллеги вам? Да, конечно. Я бы сказал, что мы находимся сейчас в такой золотой середине, ближе к первым строчкам рейтинга именно по комфортности размещения. Потому что те МФЦ, которые создаются сейчас, в настоящее время, конечно, это МФЦ совсем другого уровня. Это совсем другие площади и совсем другие требования, которые на момент создания нашего МФЦ, этих требований еще не было. Не было регионального стандарта, не было требований к метражу помещений, не было к оформлению помещений. Кто как видел, тот так и оснащал. Но власти нашего города во многом угадали именно с оснащением. Поэтому мы держим сейчас на достаточно высоком уровне. Мне не хочется называть районы, где МФЦ располагаются в цокольных этажах зданий и абсолютно не приспособлены. И я думаю, что заявителям там не очень комфортно. А одна из идей создания МФЦ – это именно комфортность получения услуг. Я с вами согласен. И теперь последний. Я уже задавал этот вопрос, да? Но мы так рассказывали, рассказывали, рассказывали. Так все-таки, что такое принцип одного окна? Принцип одного окна. Как организована вся эта работа? Идея была какая? Человек должен прийти за государственной услугой два раза. Один раз он должен сдать документы и заявить эту услугу. И второй раз он должен получить результат этой услуги. На самом деле это удобно. Ведь если мы посмотрим перечень тех услуг, о которых я чуть-чуть попозже скажу, в которых нуждаются граждане, они вынуждены ходить по многим инстанциям, собирать очень большое количество справок, часто по одному и тому же кругу. И не везде это бесплатно. Вот здесь хочу сразу оговориться, что МФЦ это некоммерческое бюджетное учреждение, которое предоставляет все услуги исключительно на бесплатной основе. Есть два момента, на которые здесь только нужно обратить. Это те услуги, по которым предусмотрено налоговым кодексом, это статья 333.33 государственная пошлина. Те услуги, при которых предусмотрена уплата государственной пошлины. Например, получение паспорта гражданину Российской Федерации. Он должен оплатить госпошлину 300 рублей вне зависимости, придет ли он в миграционную службу или придет он в МФЦ, он обязан эту госпошлину оплатить. И есть определенные ведомства, которые за свои информационные услуги тоже взимают плату. Эта плата непроизвольная, она предусмотрена приказом Минэкономразвития. Например, ФНС за выдачу выписки из Единого государственного реестра юридических лиц предусматривает плату 200 рублей. Придете вы к нам или придете в налоговую инспекцию, вы все равно эти 200 рублей заплатите. Это единственные два таких исключения, если можно сказать. Остальное все осуществляется абсолютно бесплатно. На самом деле это действительно удобно, потому что если мы сейчас вспомним времена, когда 10-15 лет назад, то вы знаете, даже по своему опыту могу сказать, что прежде чем получить какое-либо свидетельство о чем-то, регистрацию, приходилось действительно очень много собирать бумаг и в земельном, и в кадастровом, и в БТИ, и в регистрационной палате. То есть действительно очень много. Сейчас с появлением МФЦ действительно для людей многое-многое изменилось. В чем особенность? Почему изменилось? Потому что деятельность МФЦ и вообще всю деятельность по предоставлению государственных муниципальных услуг очень сильно регламентировали. Существуют специальные регламенты предоставления услуг, в которых описана вся процедура предоставления услуг, начиная от того, какие должны быть условия для граждан для ожидания, заканчивая тем, через какое время они должны после подачи заявлений получить эту услугу. А что касается хождения по кругу для получения услуги, можно привести в качестве примера услугу приватизации. Для того, чтобы минуя МФЦ получить эту услугу и приватизировать жилье, необходимо собрать архивную справку, необходимо в управляющей компании получить выписку из домовой книги, в другом окне в управляющей компании получить копию финансового лицевого счета, заключить с БТИ договор, получить технический паспорт, после этого собрать все эти документы, отнести их в регистрационную палату, и только после этого, если вы все правильно оформили, не найдут у вас никаких ошибок, вы получите свидетельство о праве собственности. К сожалению. То в МФЦ работа организована несколько по-другому. Вы приходите к нам с паспортом и с ордером, по которому вы получали квартиру. Сдаете нам эти документы и больше ничего. Все остальное оформляем и заказываем мы сами самостоятельно. И мы считаем, что это наши проблемы. На каком транспорте мы поедем, в какие часы. Это будет в электронном виде или это будет в бумажном виде. Заявителя это не касается. Заявитель приходит в назначенный срок, когда эта услуга должна быть получена, и получает свидетельство о праве собственности на квартиру. Вот принцип работы МФЦ, принцип работы окна. И у нас очень много требований. Вот когда я говорил о регламентации нашей деятельности. И почему я говорил, что когда создавалась наша МФЦ, еще не было таких строгих регламентов, еще не было стандартов оказания услуг. И во многом мы, являясь первопроходцами, на нашем опыте создавались эти стандарты. Вот в настоящее время, в июле месяца этого года, вступил в действие вот такой вот стандарт предоставления государственных муниципальных услуг на базе многофункциональных центров, который был разработан Министерством государственного управления Московской области. Вот он насчитывает здесь порядка 300 страниц мелким шрифтом. И здесь регламентировано все. Начиная от того, какое количество окон должно быть на определенное количество жителей в населенном пункте. Какого размера должен быть стол у оператора. Сколько кнопок должно быть на телефоне в колл-центре. Какого цвета должен был галстук или косынка у работника МФЦ. Сколько телевизоров должно быть на определенные квадратные метры площади ожидания. С одной стороны, кажется, вот это мелочь. Но на самом деле работать с этим намного проще. Потому что обучаем оператора колл-центра, открываем стандарт, а там прописан порядок общения по телефону с лицами с ограниченными возможностями. Что говорить, как говорить, куда смотреть и когда улыбаться. Потому что человек, который на другом линии провода телефона, он эту улыбку все равно чувствует. И она должна быть вовремя. Вот эта регламентация во многом нам помогает. А основные параменты регламентации, и мы их очень строго выдерживаем. Вот, например, на 5 тысяч жителей должно приходиться в МФЦ одно окно. Вот в нашем районе на сегодняшний день 100, около 198 тысяч жителей. По прогнозам 2016 года у нас должно быть 104 тысячи жителей. У нас предусмотрено сегодня 20 окон. По нормативу в 2016 году будет 21 окно. Но учитывая то, что местная власть очень сопереживающе относится и к очередям, и к тому, что... И понимает прекрасно, что будет расширение перечни услуг, которые сейчас предусмотреть и просчитать очень-очень сложно. Вот у нас проектом заложено уже 30 окон. И несмотря на то, что это дополнительным временем ложится на бюджет, с 1 января в нашем МФЦ предусмотрено расширение штата операторов, которые обслуживают непосредственно заявителей на 30%. Вместо 40 операторов у нас будет 60. И сейчас мы ведем активный набор этих сотрудников. Набор будет проводиться на конкурсной основе. Предварительно будет организовано обучение. Потом будет организована сдача зачетов. И только после этого конкурсная комиссия отберет тех или иных кандидатов для работы. Престижная эта работа или не престижная, я считаю, что очень престижная. У нас очень хороший молодой коллектив, очень сплоченный. Средний возраст, наверное, не будет превышать 30 лет. У нас работают как и молодые люди, так и работают молодые женщины, девушки. В основном все ребята имеют высшее образование. Очень хорошо владеют компьютерами, очень хорошо разбираются в услугах. Поэтому я считаю, что этот коллектив достаточно высокоинтеллектуальный. Уровень зарплаты у оператора МФЦ, который работает непосредственно на заявителях, в настоящее время это 35 тысяч рублей. С 1 января планируется повышение до 38 тысяч рублей. Но вводятся очень большие стимулирующие надбавки. Согласно тем планам, которые нам Министерство государственного управления информацией и связи предлагает к реализации, то каждый оператор МФЦ, если он будет выполнять определенные условия, как то время обработки одного заявителя не будет превышать определенного количества минут, на него будет в день приходиться определенное количество заявителей. В настоящее время это определено от 15 до 30 заявителей в день. Есть еще ряд параметров, которые должен быть выдержать оператор. То его зарплата фактически может быть увеличена на 50%. То есть порядка 45 тысяч рублей зарплата оператора при строго нормированном рабочем дне. То есть это либо пятидневка в 8 часов рабочий день. Причем мы очень строго соблюдаем законодательство. И если работнику, работающему за компьютером, положено определенное время для отдыха, 15 минутные перерывы, то мы обязательно это все соблюдаем. Либо у нас есть график работы 2 через 2, что тоже для многих очень является удобным. Потому что они либо это сопрягают с какими-то своими семейными вопросами, либо с днями учебы. А некоторые еще и успевают в это время подрабатывать где-то в других местах. Ну так действительно бывает. Напомню нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефоны вы видите на своих экранах. Звоните, если у вас таковые вопросы возникают. И вот вы только прямо в секунду, когда вы сказали про зарплату оператора МФЦ, и сразу пришел вопрос от нашего телезрителя, какая зарплата и есть ли вакансии. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы все услышали и получили полный ответ на этот вопрос, какова зарплата, есть ли вакансии. Есть вакансии, с 1 января еще будут, и новые условия оплаты труда. Поэтому звоните. Давайте, может быть, мы сразу огласим контакты, по которым можно связаться, и узнать о вакансиях, узнать о том, может ли человек получить работу в вашем учреждении. Также вы видите телефоны на своих экранах. Поэтому, если по каким-либо причинам вы ищете работу, то, пожалуй, милости просим. И уж простите, что я за вас, но тем не менее переживаю и, так сказать, подключаюсь именно в этом направлении. Действительно, потому что люди, хорошие работники, нужны всегда и везде. Спасибо, Олег. Но я хочу здесь в этом отношении только добавить еще что. Я не знаю, наверное, на телевизионном экране виден и наш сайт, mfcvidno.ru. А мы сейчас его еще зачитаем. Да, пожалуйста. Почему? Потому что он достаточно информативный у нас. Там можно найти весь перечень наших услуг. Там можно найти все наши последние объявления. Там можно найти документы, образцы документов для заполнения. И все те регламенты, которыми мы пользуемся. Более того, там есть информация о режиме нашей работы. А я хочу напомнить телезрителям о том, что мы работаем без выходных и без праздничных дней. Время работы с 8 утра до 8 вечера. Для того, чтобы всем жителям было удобно. И заявители могли прийти после работы, до работы и оформить ту или иную услугу. Более того, на этом сайте есть еще и информация по наиболее комфортному времени посещения МФЦ. И я хочу довести до всех телезрителей, что наиболее загруженные часы – это обеденные часы среди недели. Менее загруженные часы – это утренние, вечерние часы. И традиционно в воскресенье христианский наш день, в который работать, очевидно, не принято. И может быть это правильно, но мы рассчитываем на всех тех людей, которые по различным причинам среди недели не могут к нам обратиться. Обращаются к нам в воскресенье, мы тоже будем рады их обслужить. Да, наши телезрители видели на своих экранах, но еще раз на всякий случай напомню, mfcvidne.ru и на этом сайте вы можете найти для себя необходимую информацию, которую либо только что мы озвучили, либо что-то новое, что не успели мы сделать. Мы о многом с вами поговорили, да? И все-таки, как на ваш взгляд, когда ставилась задача создания МФЦ, каковы все-таки были основные задачи данных учреждений? Ну, эти задачи остались и сейчас теми же самыми. Как телезрители, наверное, поняли уже, что сами мы услуги не оказываем. Мы являемся операторами, мы являемся передаточным звеном. Для того, чтобы исключить непосредственно органы власти от контакта с заявителями, и был создан МФЦ, первичная идея была такая. Причин почему очень-очень много. Ну, что греха таить, были не очень добросовестные работники государственных органов власти, которые могли трактовать так или иначе тот перечень документов, который должен был принести заявитель. Мы сейчас это исключили. И сейчас нет необходимости обращаться за услугой по знакомству. Потому что знакомство может способствовать только одному. подвести человека к аппарату выдачи талона, к электронной очереди, и помочь ему нажать правильную кнопку, чтобы получить талон. Николай Васильевич, я вам больше скажу. До сих пор, даже вот, не знаю, на прошлой неделе звонят, спрашивают, нет никого знакомых, чтобы там вот это, вот это вот сделать. Хотя мне казалось действительно, что этот век по знакомству уже, наверное, давно прошел. Это была одна из причин для того, чтобы создать сеть МФЦ. Другая причина была для создания больно комфортных условий для заявителей. Ну, что греха таить, у нас многие ведомства находятся в местах, которые предназначены для работы сотрудников этих ведомств, но не предназначены для заявителей. Это узенькие коридоры, отсутствие стола для написания заявлений, отсутствие нормальной информации, да, вот, негде раздеться, невозможно выпить чашку чая, некуда деть ребенка. У нас все эти вещи предусмотрены. У нас просторные холлы. Все холлы оснащены телевизионными экранами, где можно посмотреть видновское телевидение, где можно посмотреть телеканал 360, наше подмосковное телевидение. Везде есть информационные стенды. У нас есть гардеробная, где, если жарко, заявитель может раздеться, под охраной это все находится. У нас есть прекрасно оформленная детская комната, и в это воскресенье, я даже разговаривался с одной из мам, и когда я спросил у ней, ребенок ее играл в детской комнате, за какую услугу она пришла, она говорит, вы знаете, мы полгода назад приходили за услугой, но так и продолжаем ходить в детскую комнату, потому что ребенок мимо пройти не может тех игрушек, которые там есть. И мы всячески это поощряем. Абсолютно не жалко. У нас нет такого принципа, что это только для заявителей. Пожалуйста, пусть приходят. А еще помните такая история, когда приходишь в окошко, а вам говорят, почему у вас копия нет с этого документа? Идите вот куда-то туда, и вот ты через несколько улиц идешь, зная, что там есть аппарат копировальный, а сейчас я знаю, у вас и аппарат, если человеку необходимо какую-то копию с какого-то документа снять, ему либо окажут эту услугу, либо есть возможность сделать это самостоятельно. Плюс Wi-Fi, я знаю, у вас есть бесплатный. Да, я могу чуть подробнее на этом остановиться. Дело в том, что порядком предоставления государственных муниципальных услуг предусмотрено два варианта снятия копий у заявителей. Если заявитель приходит к нам за услугой, и эта услуга предполагает сдачу нам определенного количества копий документов, то копии с этих документов мы снимаем самостоятельно и бесплатно. Если заявитель, который тоже пришел, но данный документ не является обязательным для предоставления, но он просит его приложить, и для этого нужно снять с него копию, то, наверное, правильно было бы с точки зрения регламента отправить его в соседнее окно, попросить оплатить 20 рублей и снять копию с этого документа. Но мы представляем, что заявитель должен покинуть свое место перед окошком, пойти в банкомат, оплатить 20 рублей. В этом случае еще не факт, что у него есть это без сдачи, и не знаем, даст банкомат сдачу или нет. Потом прийти. Время ожидания в очереди других посетителей увеличивается. И не такое большое количество желающих снять копии, которые не обязательны для документов, потому что поэтому мы все равно бесплатно снимаем эти все копии. Более того, у нас есть ряд услуг, особенно связанных с предоставлением кадастровых услуг, услуг Росреестра, где требуется очень большое количество документов, которые необходимо сканировать. И многие заявители для того, чтобы не тратить время, пока они находятся в очереди, у них есть возможность обратиться в специально выделенное окошко, и до того еще, как они начнут сдавать документы на предоставление услуги, попросить специально выделенного оператора отсканировать эти документы и присоединить к той заявке, которая будет сформирована позже. Более того, мы расширили еще этот спектр. У нас в свободном доступе, в зале ожидания, есть поточный сканер высокопроизводительный, который позволяет самостоятельно заявителю подойти и отсканировать те документы, которые необходимы. Рядом стоит компьютер, он может это сбросить на флешку, либо отправить по электронной почте, поскольку у нас через этот компьютер существует бесплатный доступ в сеть интернет, так же, как и бесплатный Wi-Fi, и бесплатный доступ на портал госуслуг. Поэтому все эти возможности у нас реализованы. Более того, для более комфортного ожидания у нас не только комфортабельные диваны. Я не знаю ни один орган власти на территории, наверное, ни одного района, где созданы такие условия, чтобы можно было комфортно посидеть, выпить чашечку кофе, съесть какие-то печенья, у нас есть для этого специальные торговые аппараты, почитать местную газету «Видновские вести», которая у нас в свободном доступе тоже имеется. Более того, в нашем же здании только вход находится, рядышком не с внутренних помещений, замечательное кафе «Лира», которое еще существует со времен нахождения музыкальной школы, где за просто символическую плату можно настоящую домашнюю еду отведать. Поэтому условия созданы все. Безопасность обеспечена достаточно высококвалифицированной охраной. В это воскресенье нас проверяли подразделения МВД на предмет антитеррористической защищенности. Мы посчитали, у нас 76 видеокамер. Это, кстати, надо сказать, и, наверное, это будет интересно заявителям, что весь процесс сдачи документов у нас фиксируется на видеокамерах с той целью, чтобы мы могли оперативно решать возможные возникновения конфликтов каких-то между заявителем и оператором. Иногда бывает, что заявитель говорит, меня оператор игнорирует, оператор нелюбезно со мной обращается. У нас есть всегда возможность обратиться к видеокамерам, посмотреть, как было на самом деле. Но наши стандарты поведения наших операторов настолько жесткие, настолько у нас это регламентировано и подвержено нашему контролю, что у нас практически таких жалоб на некорректное обращение операторов с заявителями нет. Более того, у нас на каждом столе оператора находится пульт с улыбочками, так называемые, где заявитель может оставить свое пожелание. А жалобы все равно поступают. Я ведь знаю, что они есть. И знаю даже, в каком направлении они, эти жалобы поступают. Когда человек пришел, его абсолютно по всем нормативам обслужили, забрали заявление, что-то, да. А дальше что делать? И человек пришел и растерялся. И вот я знаю эту историю, но расскажите лучше, вот его слышать для наших зрителей из первых уст, что называется. Да. Прежде чем вот к этой курьезной истории мы обратимся, к этой жалобе, к более серьезным жалобам я не могу их тоже обойти. Да, жалобы есть. Мы находимся, несмотря на то, что нам три года, мы находимся в самом начале пути становления именно организации государственных и муниципальных услуг. Мы сейчас готовы предоставлять более 200 услуг. Реально востребованы 40-50. Оператор должен знать все эти 50 услуг. Он должен знать, какие документы он берет, как эти документы выглядят. Это оперативно должен внести в компьютер. Заявители не всегда понимают технологию нашей обработки, наших документов. И он видит, что у нас висят, на каждом окне у нас висят плакаты. Если вы недовольны обслуживанием, если время ожидания в очереди превысило 15 минут, пожалуйста, позвоните по телефону, и номер телефона там обозначен. Либо обраститесь на сайт Добродел. Есть такой сайт, который создан по инициативе губернатора и очень активно работает, который собирает все желания, в том числе жалобы граждан, и в том числе на работу многофункциональных центров. К счастью сказать, что по сравнению с дорогами, ЖКХ и прочими проблемами, которые есть в муниципалитетах, в настоящее время МФЦ находится на самом последнем месте по количеству жалоб. Но, тем не менее, они есть. Вот у нас была жалоба, которая поступила от супруги заявителя, то есть не сам заявитель обратился с жалобой, а супруга заявителя обратилась с жалобой, что заявителю не вовремя была оказана услуга по выдаче охотничьего билета. Когда мы начали разбираться, у нас оказалось, что жалобы относятся к периоду, вот я сейчас как помню, 14 сентября, но заявительница написала жалобу 13 сентября, накануне события, которое еще не произошло. Более того, когда мы проанализировали электронную очередь и камеру видеонаблюдения, мы пришли к выводу, что заявитель ни 13-го числа, ни 14-го числа к нам не обращался. Чем была вызвана жалоба? Сложно сказать. Иногда люди подходят так. Если есть возможность пожаловаться, почему не пожаловаться? К сожалению, не все понимают последствия этих жалоб. Каждая из жалобов влечет за собой очень жесткое и пристальное расследование. И жалобы, которые, например, поступают на сайт Добродела, находятся под очень строгим контролем и главы нашего района, Олега Владимировича Хромова, и министра государственного управления Шадаева Максута Игоревича. И досконально разбираемся с каждой жалобой. Бывают жалобы еще какие? Вот как вы сказали о той курьезной жалобе. Время, в течение которого мы должны отработать заявителя, в зависимости от той или иной услуги, колеблется от 10 до 20 минут. В это время мы должны уложиться. Пришел дедушка. Ему по линии соцзащиты необходимо было получить услугу. Я сейчас уже не помню какую, да и не важно. Мы его служили в пределах 10 минут. Дедушка был возмущен. Возмущен тем, что у оператора не нашлось время с ним поговорить. Он пришел пообщаться. Он не только услугу получил, он пришел пообщаться. К сожалению, вот зажатые в рамках нашего регламента, мы вынуждены жертвовать живым общением. Мы вынуждены жертвовать и, наверное, упускать где-то эту связующую нить между заявителем и оператором. Но это объяснимо, потому что за ним стоят в очереди другие люди, которые опаздывают, у которых дети, у которых работа, у которых масса еще причин, больные родственники дома, которым нужно как можно быстрее получить услуги. Поэтому, да, здесь есть где-то упущение, но, наверное, это упущение оправдано. И в связи с этим очень много вопросов у нас сейчас будет возникать, наверное, и по линии социальной защиты. Вот, ну, может быть, мы прервемся на сюжет, вы говорили о сюжете. И я продолжу тогда по соцзащите отдельно расскажу. Ну что ж, действительно, перед тем, как выйти в эфир, мы подготовили сюжет о работе многофункционального центра. Я предлагаю нам вместе с телезрителями его посмотреть. Посетитель с номером О-25. С появлением в городе Видное многофункционального центра жители Ленинского района уже и забыли, что такое стоять в многочасовых очередях, заполнять множество бумаг и зачастую в конечном итоге не получать того, зачем пришли в то или иное государственное учреждение. В районном МФЦ функционируют около 20 окон, где специалисты принимают обращения от граждан, обрабатывают их, если необходимо, добирают документы, затем сами передают в соответствующий государственный орган, контролируют ход исполнения и, наконец, вручают человеку готовый документ, за которым тот обратился. Проблеме предоставления государственных муниципальных услуг на всех уровнях власти уделяется очень большое внимание. Президентом Российской Федерации поставлена задача к 2018 году довести удовлетворенность граждан получаемыми услугами до 90%. Это очень высокий процент, и мы к нему стремимся. На сегодняшний день отделение многофункционального центра расположено во всех поселениях района. Это сделано для удобства жителей муниципалитета и чтобы избавиться даже от малейших очередей в Видновском МФЦ. Отделения также предоставляют весь спектр услуг, правда, пока не все офисы соответствуют стандартам, поэтому некоторые из них требуют доработки. У нас очень много требований. Например, это площадь зала ожидания не менее 10 квадратных метров на одно окно, площадь помещения для оператора не менее 4,5 метров. У нас должна быть обеспечена доступность для маломобильных групп населения, то есть это должен быть как минимум первый этаж, если нет лифта. Это очень большие требования к сети интернет и к защищенным каналам связи, поскольку мы работаем с данными граждан, которые не подлежат разглашению. Сейчас обязанности директора исполняет Николай Бондаренко, человек с большим опытом работы, коренной житель города Видное. В ближайшее время ему уже как директору предстоит реализовывать задуманные планы. Глава Ленинского района поставил задачу перед начальством многофункционального центра максимально повысить уровень удовлетворенности получаемыми услугами не только граждан, а также местом работы сотрудников МФЦ. Чтобы достигнуть этой цели делается многое. Разработан определенный стандарт качества предоставления услуг, создаются дополнительные окна. Было введено новое штатное расписание, которое увеличило количество сотрудников и помогло обеспечить поселенческие отделения компетентными специалистами. Развиваются электронные сервисы. Теперь в МФЦ можно получить новую услугу – сведения о налоговой задолженности. Безусловно, все это облегчает жизнь людей и делает ее более комфортной. Очень нравится, все очень удобно, все очень хорошо. Очень удобно сделано для посетителей. Многофункциональный центр в городе Видное работает ежедневно без выходных с 8 утра и до 8 вечера. Также на сайте МФЦ есть электронная запись, где можно встать в очередь онлайн. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Ну вот такой сюжет получился у нашего корреспондента Юлии Погосян. А я не могу не задать вопрос. Вот центр внимания власти, да, мы говорим президент, премьер-министр, губернатор, глава района. Как сейчас к МФЦ действительно устремлены взгляды власти, как они помогают, да, в том, чтобы реализовать те программы, которые были намечены по реализации многофункциональных центров? Ну, Олег, мы прекрасно понимаем, что государство российского устроено на вертикали власти, да, и если по вертикали власти проходит то или иное указание, оно должно быть выполнено. Что касается государственных муниципальных услуг, то сейчас это одна из приоритетных задач. Это всегда повторяет и премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, он же был инициатором создания МФЦ. И надо, если мы посмотрим наши регламентирующие документы, которыми мы руководствуемся, то на самом деле их не так много. Это федеральные законы постановления правительства. Это уже говорит о том уровне регулирования правоотношений, сведений при предоставлении государственных муниципальных услуг. Остальное региональный стандарт и непосредственно регламенты предоставления конкретной услуги. Все. Это минимум, и как раз этот минимум обеспечит эффективное выполнение этих услуг. У нас ежедневно в режиме видеоконференц-связи проходят встречи с представителями Министерства государственного управления информацией и связи. Ежедневно. Более того, министр лично два раза в неделю посещает сам МФЦ. Сам производит ревизию отделов. Сам смотрит документы. Вникает во все подробности. Вот Шадайов Максут Игоревич, я знаю, что сегодня он был в Домодедово. Потом, после таких посещений, очень подробный анализ, что нам тоже позволяет устранять те недостатки в работе коллег, которые у нас есть. Наш глава района лично курирует работу МФЦ. И отдельные вопросы курирует первый заместитель Добрана Елена Константиновна, который бывает еженедельно у нас. Еженедельно проверяет, как работают операторы, какая у нас очередь, какие есть ли у нас жалобы. Я докладываю в каждый понедельник на планерке те проблемы, которые у нас возникают в МВЦ. Начальник финансового управления Татьяна Валерьевна Макушкина постоянно в зоне контроля держит финансовое обеспечение, порядок получения субсидий по областным трансферам. Самый пристальный контроль. И если бы этого контроля не было, мы бы не смогли так эффективно выполнять свои обязанности. Поскольку этот контроль происходит в двух направлениях. С одной стороны это контроль, с другой стороны это моментальная помощь. Я в начале разговора не упомянул еще о том, что дополнительно тем 30 окнам, которые у нас в нашем МВЦ на площадке головного офиса, у нас в каждом из наших поселений, это 6 поселений, я имею ввиду горки Ленинские, Володарская, Молокова, совхоз Ленина, Развилка и Булатникова, у нас созданы удаленные рабочие места, в неделю не менее 20 часов мы принимаем там тоже заявителей. И только благодаря помощи наших властей у нас сейчас в Молоково, в Новомолоково будет сдаваться новый комфортабельный офис 70 квадратных метров и готовится к передаче в оперативное управление в Новодрожжино здание, в котором тоже будет современнейший центр предоставления государственных муниципальных услуг. Это отрадно. Да, и сами бы мы никогда с этим не справились, это нужна очень большая организующая помощь и координация, в том числе и глав всех поселений для того, чтобы это можно было осуществлять, а эта координация может быть только у главы. Это говорит только об одном, что те задачи, которые поставлены перед МФЦ и цели, они в общем-то действительно правильные и в нужном направлении развиваются. Я думаю, да. Еще хотелось бы немножко затронуть такую тему. Вы говорили, что оказываетесь достаточно большое количество, порядка 50 услуг муниципальных или государственных. Какие самые востребованные услуги? Ну, наиболее востребованные услуги, это, к сожалению, не муниципальные услуги. Почему? Потому что услуги Росреестр Кадастро сейчас в приоритете. Это во всех МФЦ, это на территории всей Российской Федерации, поскольку идет очень большое количество сдачи объектов. Поэтому, конечно, самые востребованные услуги это Росреестр Кадастро. Это различные выписки, госрегистрация прав на недвижимое имущество. По этим вопросам мы очень активно сотрудничаем с начальником Ленинского отдела управления Росреестра по Московской области, Янбековой Любови Владимировной. Мы получаем полное взаимопонимание, всегда на связи с друг другом находимся и очень оперативно решаем все эти вопросы, которые возникают, потому что вопросов возникает очень много. Документация очень сложная по этим направлениям. Большой популярностью пользуются получение охотничьих билетов, выдача справок осудимости, постановка детей на очередь в детские сады. Для бизнеса очень большое у нас направление. Я думаю, все, кто интересуется этим направлением, знают, что на прошлой неделе Дмитрий Анатольевич Медведев подписал новое постановление об изменении порядка предоставления услуг. Расширен перечень услуг для бизнеса, но мы уже готовы к этому. Здесь у нас опять же и та же самая работа с Росреестром, и получение лицензии на такси, и получение разрешений на проезд грузового автотранспорта по МКАДу, перевод земель с одной категории в другую, перепланировка помещений, перевод помещений с жилых-нежилых. То есть мы для бизнеса уже сейчас много сделаем. Но поскольку будет создано специальное агентство, которое будет работать через МФЦ, я думаю, что этот перечень услуг будет еще больше расширяться. Но сейчас у нас на повестке дня один из самых острых вопросов – это предоставление услуг социального блока. У нас на этой неделе состоялось большое совещание с начальником Ленинского управления социальной защиты населения Еленой Александровной Гусевой. Поскольку очень сложный вопрос нам предстоит решить совместно с этим ведомством, на коллегии Министерства социальной защиты принято решение о перенаправлении потоков заявлений непосредственно с ведомства в МФЦ. Это правильное направление. Другой вопрос, что очень мало времени для того, чтобы мы к нему подготовились. На сегодняшний день у нас только 19 услуг мы осуществляем по линии соцзащиты, а после Нового года будет более 50. В связи с этим мне хочется обратиться к заявителям, чтобы они свои планы корреспондировали таким образом, что, может быть, уже и не стоит идти в управление социальной защиты, подниматься на этажи и выстаивать очереди перед кабинетами соцзащиты, хотя работники соцзащиты очень стараются обеспечить всех и вниманием, и заботой, и удовлетворить все потребности. Но потихонечку этот поток перенаправляется в МФЦ. Мы приглашаем всех людей, которые вынуждены или нуждаются в услугах социальной защиты, приходить к нам и в более комфортных условиях получать эти услуги. Николай Васильевич, у нас остается буквально одна минута, поэтому, что называется, блиц-вопросы, блиц-ответ. Какие задачи вы считаете приоритетными на вашем посту? Два направления. Первое. Работники должны работать в комфортных условиях, получать достойную зарплату. Второе направление. Заявитель должен в комфортных условиях получить необходимую услугу при условии ожидания в очереди не более 15 минут и уйти довольный. У здания МФЦ очень маленькая парковка. Невозможно порой поставить машину. К сожалению, на эту парковку ставят машины не только посетители МФЦ, но еще и жители близлежащих домов и посетители магазина. Бороться с этим, к сожалению, не представляется возможным. Требование по количеству машиномест на одно окно у нас перекрыто практически в два раза, в том числе и четыре парковки для инвалидов. И последний вопрос, который я успею задать от нашего телезрителя Романова Галины Сергеевны. При оформлении документа в МФЦ допустили ошибку. При исправлении документа мне пришлось заплатить госпошлину повторно. Я писал заявление на возмещение, но денег мне не вернули. Справедливо ли это? Галина Сергеевна, более точно на этот вопрос я могу ответить. При личной встрече с вами, либо по телефону, пожалуйста, свяжитесь со мной в любое время через наш колл-центр. Запишитесь на прием, либо попросите, чтобы соединились со мной. Я более подробно отвечу, потому что необходимо уточнить детали. Прям пошли в конце эфира вопросы. Не могу не задать. Соцкарту можно получить через МФЦ? Да, социальную карту мы выдаем. Продать квартиру через МФЦ, а не через риэлтора можно? Более квалифицированно это будет сделано через риэлтора, поскольку есть целый перечень тех документов, которые он вам подготовит, которые мы готовить не можем. Ну что ж, Николай Васильевич, к сожалению, я всегда каждый эфир говорю, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. А еще о многом хотелось бы поговорить, но я очень надеюсь, что наша встреча не последняя. И мы обязательно еще встретимся в эфире, потому что действительно у наших телезрителей всегда будут вопросы, как оформить ту или иную государственную или муниципальную услугу. Спасибо. Спасибо, Олег, вам большое и пользуюсь случаем. Разрешите поздравить меня с завтрашним юбилеем, завтра 20 лет нашему видновскому телевидению. Я думаю, что вы делаете очень большое благородное дело. С праздником вас тоже поздравляем. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok